Здрасте! А всем, друзья, приветуленьки! Девятнадцатая мать его ферма, Золотой Колос. Вот оно, мы начинаем эту замечательную карьеру, которая, скорее всего, будет длинной и есть, в общем-то, намеки даже, что интересные. И в сегодняшнем видосике мы не будем еще начинать упарываться в поля и прочую фигню. В сегодняшнем видосике я вам, друзья, расскажу о том, какие моды у меня стоят, потому что на стримах иногда задаются... Почему иногда? На стримах постоянно задаются такие вопросы, что за мод, и, в общем-то, можно будет их отправить всех сюда и не тратить свое время. А также немножко пробежимся по карте и сделаем обзор о возможностях, а также о потенциальных, скажем так, возможностях этой замечательной карты. Релиз, правда, еще не состоялся, и у меня какая-то тестовая версия. Тут еще далеко не все работает то, что должно работать, но, в принципе, те механики, которые мне нужны, чтобы стартануть карьеру, они уже здесь все есть, поэтому можно начинать. Правда, сначала хочется сказать пару таких грустных слов и неприятный разговор. Карта, друзья, платная, ссылка на нее, разумеется, есть в описании, практически под каждым видео, наверное, практически под каждым видео на канале, наверное. И сразу же просто обращение небольшое к тем, кто постоянно в комментариях начинает кудахтать на тему, что разработчики зажрались, карта дорогая, какого хера она стоит дороже, чем сама игра, какого хера она вообще платная, слейте, скиньте карту, бла-бла-бла, короче, ну, стандартная ситуация. Я вот лично от себя скажу, мне вообще все равно. Если вам что-то не нравится, вас же никто не заставляет ее покупать, вас никто не заставляет на ней играть, вы же там все такие крутые, вам нравится рассвет, там новотроицкие и прочие карты, антуражненькие. Идите, играйте и вообще не парьте мне мозги, пожалуйста. Короче говоря, срачи на эту тему на стримах и в комментариях я буду сразу же стирать нахрен, потому что оно мне нахрен не надо. А такие людишки будут улетать в бан, как бы... Мне насрать. Можете хоть миллион дизлайков мне поставить, мне реально насрать. Мне вы хуже этим не сделаете, поверьте на слово. В общем-то, погнали тогда начинать. Создаем, друзья, новое сохранение. Уровень сложности пока что здесь ни на что толком не влияет. Выбираем начать с нуля. Выбираем карту золотой колос. Выбираем себе вот такого вот персонажа. Будем считать, что мы сейчас нынче мега толерантны и вообще мир сходит с ума по всей этой теме, поэтому вот так. И разумеется, нужно подключить несколько модиков. И я, друзья, не буду выкладывать пачку модов, потому что тут попадаются, во-первых, приватные моды. Мне впадло их отбирать. Во-вторых, если я выложу тупо пачку модов, найдется обязательно человек, который напишет, что моды конфликтуют между собой, у меня игра вылетает, моды говно, что ты мне скинул, бе-бе-бе и так далее. В общем-то, это мы уже тоже все проходили. Поэтому кому-то, если что-то нужно, то он просто запоминает, как оно здесь все написано, лезет в гугл и качает. Значит, погнали по порядочку. Первый мод это умный работник. Я им не пользуюсь, поэтому нахер. Андерсон Групп Эквипмент Пак мы ставим. Это прикольные штуки. Это вообще платное DLC-хо, поэтому ее можно найти в стиме. Animal Skipper нам не нужен, Anti-Roll Bails мы поставим на всякий случай. Эта штука сделана для того, чтобы не катались тюки. Автодрайв мы тоже ставим, я его пока не обновлял, у меня версия 1.1.0.4, потом обновлю, свежий будет. Бредал, вот эта вот херня, короче, это гигантская удобрялка-посыпалка известия, она нам тоже потом понадобится. Брукс читерская херня для того, чтобы делать щепу, на всякий случай тоже присобачим. Три мода классовских, это для комбайнов, да. Комбайны, трактора, в общем-то это дополнение, платина. Далее, курс-плейчик, поставим пока что самую свежую версию, будем потом смотреть, что с ними не так. Это вот эта вот самая свежая версия, 6.02.0073. Я ее только обновил, еще не знаю, как она работает, потому что я уже миллион лет в 19-ю ферму не играл. Вообще часто спрашивают, какая у тебя версия курс-плея. Так вот, когда открываешь окошко с курс-плеем, там эта версия написана, поэтому можно заглянуть туда и... И не спрашивать, потому что я не запоминаю, какая у меня версия курс-плея. Далее, Disable Camera Collision. Мы тоже ставим, это очень полезная штука. Вот эта вот штука, это для худов, для расхода топлива, блокировка дифференциала, в общем-то, у вас, наверное, картинка сейчас горит, если я не забыл ее вставить. Короче, вся вот эта вот херня, это вот этот мод. Может быть он не свежий, но и пофигу. Также ставим себе штуку для автопогрузки бревен, там пак прицепов такой неплохой. Follow me на всякий случай поставим, это штука, чтобы за собой валерона тащить, и он будет ехать по твоему маршруту. Далее, все вот это нам не надо, GPS мы тоже ставить не будем, тем более он у меня какой-то древний, и вообще он в 19-й ферме реалистичный, но не очень удобный. Холмер терра вариант мы поставим, холмер пак мы на всякий случай, наверное, пока поставим. Это пак холмеров для уборки всяких луков, морковок и прочей фигни. Джимпа, плуги мои любимые, мы тоже обязательно ставим. Рецепты с автопогрузкой поддонов я ставить не буду. Косилка, в принципе, меня устраивает та, что дефолтная в игре есть, поэтому пускай остается она. Линейка поставим на всякий случай, линейка позволяет мерить размер бревен, если ты будешь их пензопилой кромсать, например. И чтобы отмерить все по 12, можно, в общем-то, этой штукой пользоваться. Фрезу поставим на всякий случай, вот эта херня нам не нужна. Multiple missions, это штука, чтобы брать дохера контрактов на чужих полях сразу. По дефолту можно только один ставить, и вот эту херню можете брать их дохера. Далее, парк вехикл. Это, кстати, тоже полезная штука, я ее сейчас ставить не буду, но часто меня спрашивали о том, что за она. Вот эта штука позволяет вырубить технику из переключения по табу. Если у вас ее дохера, вы можете, там, не знаю, в гараже какие-нибудь отогнать свою технику, нажимать там на кнопочку, и когда вы табом будете по технике прыгать, в общем-то, вы на нее не попадете. Соответственно, чтобы вырубить, надо в нее сесть. Я это ставить не буду, потому что здесь на карте есть замечательные гаражи, которые технику из игры выгружают. Так что вот. Refill tanks тоже ставить не будем, они здесь нахер не нужны. Player speed мы поставим, это чтобы быстро бегать, я такое люблю. Скорпион модовый, ничем не отличается, разве что можно менять длину распила на более большую. Real dirt color мы ставим, потому что это надо. Это прикольно. Real clock mod тоже ставим. Это часики, которые сверху горят, время показывают. В общем-то, мне оно надо. А то, знаете ли, ферма такая игра, заиграешься, и потом смотришь на часы, уже 5 утра тебе на работу пора вставать. Так вот, чтобы такого дерьма не случилось, нужны эти часики. Далее, сканью мою любимую ставим. Я не знаю, где я ее взял, мне ее кто-то скинул. И вот эту вот штуку мы ставим, одометр и прочая фигня. В общем-то, на экранах вы ее видели. Если что, она называется вот так вот. И вот эту штуку ставим. Это слева сверху показывает, где там кто работает, тоже часто спрашивают. А также, друзья, дополнительная информация о поле. Вот такой вот модик, мы его тоже ставим. Это дополнительная информация о поле. Он падла так и называется. Ну и все. Больше мне ничего не надо. Также еще будет дополнительная техника вместе с картой, но пока что ее у меня нету. Поэтому мы ее поставим попозже. Я думаю, ко второй серии уже что-нибудь появится, потому что оно надо. Как вы видите, технику я никакую толком не ставил. Разве что в Скане, чтобы быстро ездить. Холмеры, чтобы убирать картошку, морковку. Пока что нету никакой альтернативы, скажем так. Ну и официальный дилсихий класс. Там, в общем-то, все такое. Так что, вот с таким вот пакетиком модов погнали начинать нашу супер карьеру. Карьеру, в общем-то, мы будем начинать по сценарию. Приехал, короче, какой-нибудь Валера из Голубинки. Или из города. Решил начать сельским хозяйством. Это, друзья, все в следующей серии. Будет я расскажу. Бюджет мы немножко порежем. Тут, независимо от уровня сложности, он миллион шестьсот на старте. Мы его урежем, по-моему, до четырехсот тысяч, я посчитал. Нам надо это сделать. В общем-то, об этом в следующей серии. А сейчас мы посмотрим на карту. Я тут немножко побегал, посмотрел. И, в общем-то, что на карте интересное появилось и добавилось. И что еще добавится, что не будет работать, что будет работать потом и так далее. Во-первых, как вы видите, есть такие синенькие цветочки. Это лен. Появилась здесь новая культура. Лен. Она там еще будет давать специальную солому. Льняную. Мне, в общем-то, разрабы рассказывали о том, как это будет работать. Но я, честно говоря, уже забыл. Но, судя по параметрам, вроде как эту льняную солому еще можно будет ворочать, сушить. Она там будет сухая, мокрая. Но я могу ошибаться, так что извините, если я ошибся. В целом, карта выглядит потрясающе, на самом деле. Покрасили ее очень хорошо. Я очень... Мне очень не нравится, да. Графоний 19 фермы. Но здесь все выглядит просто прекрасно. Единственное, только с небом они ничего не смогли сделать. Небо здесь как было отвратительным, так и осталось. И с этим ничего, друзья, не поделать. Зато здесь можно вот так вот бегать и плавать. Также на карте есть, друзья, хлопочек. Без него никак. И в связи с тем, что появился лен, хлопок и была шерсть, а в 17 ферме только шерсть была, которую можно было только продавать, то, друзья, здесь появляется новое производство, то бишь ткацкая фабрика. Оно пока что не работает, появится то ли в обновлениях, то ли на релизе. В общем-то, для меня это не важно, когда оно появится, потому что до ткацкой фабрики нам еще жить и жить. Возможно, миллион обновлений выйдет до того, как мне понадобится эта самая ткацкая фабрика. Но, в общем-то, здесь будут всякие ткани, насколько я понимаю. Здесь пока что даже тригеров никаких нету, оно еще пока что не работает. Вот железная дорога сюда проведена, так что на паровозике тоже можно будет сюда приезжать. Да, кстати, о паровозиках. На релизе их пока что не будет, но и в любом случае у нас, как я уже говорил, будет довольно-таки медленная карьера. Нам до паровозиков еще тоже очень и очень далеко. Также, друзья, из крутых новшеств, которые будут, это рыбхоз. И здесь тоже все будет круто замудрено. Опять-таки, это все будет в обновлениях, на релизе этого не будет. Но в планах это все есть, и, зная разрабов, сделают они это все очень круто. Возможно, здесь еще что-то построится, потому что только вот фундамент и все такое прочее. Здесь мы будем выращивать рыбку, и, возможно, даже какое-то производство будет с этим работать. А вот здесь будут плавать рыбки. По крайней мере, обещали, что будут. Анимированные, красивые, и такие классные, да. Я вообще рыбу не очень люблю, но позаниматься добычей рыбы почему бы и нет. Ну и еще, друзья, убрали нахрен карьер. И теперь здесь у нас находится фруктовый сад и еще один тепличный комплекс. Я так понимаю, этот тепличный комплекс сделан для того, чтобы теплички были, если вы в мультиплеере играете, и типа не за одну ферму, а за две фермы там, или за десять ферм, там вам хочется поупарываться друг против друга, и чтобы вот так вот было. Ёперный театр, че ты орешь? Монетка, смотрите, прям со старта монетка, круто. Монетки здесь тоже есть, они им понадобятся. Так вот, короче, можно две, две тепличных комплексы, две, да? Два тепличных комплекса купить. Или если вы играете один, можете просто дохренища клубнички выращивать, чем я и буду заниматься. Вот такие вот у меня планы. А также, да, фруктовый садик. Это отдельная такая штука здесь будет. Она тоже пока что работать не будет, появится в обновлении, но нам до этого все равно еще далеко. Так вот, есть здесь дохренища рядов с деревьями, сектора, какие-то ряды, и вроде как каждый ряд можно будет засаживать отдельными деревьями, какими вы захотите. Там в группе ВКонтакте когда-то был опрос, точнее даже конкурс, на тему угадайте, какие здесь деревья будут. Я, честно говоря, не помню, какие правильные ответы в ряде были тогда. Там абрикосики, груши, я не помню, яблочки, черешни, орех, хрен его знает. Но, короче, будет и будет классно. И тоже здесь деревья все будут анимированы, я еще надеюсь, что они сделают это под сезоны, чтобы это все классно работало. Хотя я сезонной играть не буду, а может и буду когда-нибудь. Но все равно просто, когда ты знаешь, что это сделано, это типа круто. Да. Это, друзья, что касается прям больших отличий. Также здесь на карте поменялась система контрактов. Теперь здесь биржи контрактов не будет. Теперь здесь экономика, как на карте Дары Кавказа была. То бишь, вы можете все продавать, куда хотите, и все покупать. Если мы зайдем в цены, например, вот белый рис. Соответственно, есть определенные цены, они не падают, они постоянные вроде как. Или падают, но не сразу. И в общем-то, можно туда все это дело сливать. Но опять-таки, нисколько угодно. Там есть определенная вместимость, как это было на Дарах Кавказа. Кстати, вот здесь оно почти всегда, оно не меняется. Интересно, в настройках есть фишка, чтобы оно менялось? Надо будет потом узнать. А также будут иногда прилетать контракты на поставку. Ну, такие, которые были на Дарах Кавказа. А также срочный груз. Такая фишка тоже здесь вернулась. И как по мне, это круто, это весело. Посмотрите, как красиво здесь леса раскрашат. И не вот эти вот конченные дефолтные дороги. Классно же. Также здесь, друзья, вроде как есть своя грязь, которая на релизе должна будет появиться. И это тоже классно. Пока что ее сюда не запилили. Но пофигу. На релизе сказали, что будет. А я им верю. А если не будет, то я не расстроюсь. Мне пофигу. Также, друзья, убрали отсюда лесоохранный комитет. И лицензии на спил деревьев. Потому что в 19 ферме ты покупаешь участок с деревьями и пилишь там деревья. На чужих тебе просто механика игры не даст это сделать. На чужих участках. Поэтому здесь то же самое. Покупаются участки. Теперь в риелторском агентстве есть, во-первых, строение. Ну, поля это само собой. Дохренище полей на карте. Мы их тоже дохренище себе потом купим. И, соответственно, участки. Строение точнее. Там, где есть строение, там покупаете. Ферма, птицеферма, все что угодно. Не все пока работает, но потом появится. Не переживайте. А также есть просто участки. Типа, как это было раньше, заброшенный цех, машинный двор, там, где вы можете базу себе какую-то построить или того. Но сюда еще добавились луга, чтобы косить на них травку. И леса, чтобы косить там деревья, что ли, да? Чтобы рубить деревья. И если вы захотите напилить бабушке дров, то вам придется купить участок. Так это не работает. Рейтинговая система здесь вернулась, так что все по-старому, все классно. Блин, во-первых, ни хрена не такая же, как была. Это раз. А во-вторых, ну типа, так это же типа хорошо, что она такая же, а не хуже. Потому что могло быть и хуже. На садовом центре, кстати, появился вот такой вот триггер. Можно теперь семена сюда загружать прямо в прицепчик. Соответственно, вот такая вот покупка семян. Здесь все как и было. Цены, не знаю, может быть, немножко другие. Я, честно говоря, не помню. Можно выбрать размер поддона вплоть до литра. А также можно пригнать сюда какой-нибудь прицепчик и загрузить сразу там 59 кубов семян. Ну и та же херня абсолютно у нас происходит и здесь. Гербициды, жидкие удобрения, удобрения, грунт, известь. В общем-то, все покупается, как и раньше. Плюс добавили сюда гербициды, извести, но это понятно. На самолетике, кстати, тоже можно полетать. Во-первых, можно сделать обзорный полет. И, кстати, на старте игры рекомендуется это сделать. Я этого делать уже не буду. А также выбирается химикат, то бишь удобрение или гербицид. Черт, монетка, не ори. Я тебе подберу сейчас. Вторая монетка у нас. Так вот, выбирается поле. Точно так же можно выбрать одно поле или же связку полей каких-либо. Если вы, например, шестое и седьмое объединили, можете их сразу в один заход и удобрить. Или вот рисовые чайки, например, полностью все, чтобы все было классно. Ну и разумеется, химикаты. Можно это гербицидами от сорняков сразу все полить, можно это все дело полить удобрениями. Так что вот так вот классно. А можно просто полетать за полторы тысячи денег. Ах да, кстати, еще убрали биржу, как это, работу по найму и я не помню, как она называлась. Опаньки, здесь есть еще монетка. Монетки здесь их до хрена, да. Черт, она так пикает, но я ее не вижу. Я слепой, все старость, не радость, я все понял. А вот она лежит. Есть монетка. Монетки точно так же используются для того, чтобы уговорить кого-то что-то купить, как и раньше. Так вот, да, биржа вот этой вот штуки, чтобы работать на чужих полях. Теперь здесь это все по дефолту. Контракты, сейчас у меня их почему-то нету, но в общем-то они есть. Они работают, я проверял. Работаете на чужих полях, зарабатываете денежку, все как раньше. Вот эта вот конченая система выполнения задач на чужих полях в 17 ферме, она была не крутая, а здесь она крутая. Так что с этим мы тоже будем развлекаться и работ по контракту у нас будет много. Также, друзья, на карте есть потерянная техника, но находится она в других местах, то бишь, вот эта вот удобрялка замечательная, которая у нас находилась вот здесь, ее здесь больше нету, поэтому идите ищите что-нибудь другое. Я уже пару штук понаходил, но я не буду вам этого сейчас показывать. Ищите сами. Ну и база наша стандартная. Гаражи, кстати, здесь тоже работают, все прекрасно, плюс работают они через менюху. Пока что они нам недоступны, не хватает рейтинга, но когда рейтинг появится, соответственно, через меню можно будет смотреть, где что у вас спрятано. Не надо будет вот так вот подходить к каждому гаражу и смотреть, что здесь сделано. Через меню зашли, нашли гараж, в котором спрятано, открыли ворота, забрали технику, закрыли, все прекрасно. Ну и двери можно будет открывать у этих гаражей тоже через меню. Строительная компания здесь тоже работает, все эти фишки вернулись, то есть вот эти вот ангары все можно будет построить, все будет классно, дополнительное хранилище, мойка и все остальное, тоже все работает, все прекрасно. Заводы точно так же апгрейдятся, да, по поводу заводов небольшие изменения тоже появились, например, возьмем мельницу, здесь теперь нету линий, как это было раньше, точнее линии есть, но немножко другие. Раньше, если вы помните, была отдельно линия помола пшеницы, линия помола кукурузы, линия помола там ячменя, или ржи, я точно не помню. Теперь здесь есть просто мукомольная линия, и есть вот такая вот шестереночка, тип производства, доступна только для собственных объектов, черт, ее надо купить, чтобы вам это показать, ну, короче говоря, там вы выбираете, какую муку вам молоть, или фасовать, или крупа, крупорушка, черт, я не могу выговорить это слово, и может быть, я его выговорил неправильно, но, короче, там делается крупа, не мука, а крупа, соответственно, нажимаете вот на эту шестереночку, ну, пока что нету, я не могу вам показать, появится какая культура будет обрабатываться, то есть вы не можете молоть сразу ржаную муку и пшеничную одновременно, сначала делаете одно, потом делаете другое, то же самое по фасовочной линии, ну, и то же самое по крупе, крупа там, по-моему, кукурузная, пшеничная крупа, или ячмень, я точно не помню, короче, это все еще будет. Производства точно так же апгрейдятся, точно так же ломаются, точно так же изнашиваются, и опять кто-то скажет, что, блин, так уже было, ничего нового, кудах-кудах и так далее. Ну нет, друзья, зачем портить то, что хорошо работает? Вот. Так что вроде как я такие основные прям особенности сказал. Будет еще куча обновлений, будет еще куча всего, и на этом мы первую такую вот обзорную серию закончим, а играть начнем уже во второй. Придумаем имя нашему Валерону, и в общем-то начнем проходить какой-то сюжет. Миллион шестьсот мы, наверное, обрежем. Тысяч до четырехсот, мне кажется, на старте этого должно хватить, но я еще посчитаю точно. Это еще будет чуть попозже. В общем-то, друзья, будут также, кстати, по этой карте стримы, правда, не знаю, один попробуем, а там дальше как пойдет. На самом деле, последнее время очень сильно вымораживают тупорылые вопросы на стримах, вот прям очень сильно вымораживают. Поэтому, если такая херня будет продолжаться и дальше, то эти стримы будут только закрыты для спонсоров. Также, кстати, серии будут выходить примерно один-два максимум раза в неделю. Я буду стараться их делать именно с такой регулярностью. Но если вы прям сильно не хотите ждать, опаньки, еще монетка. Слушайте, у нас уже дохрена монеток на старте, классно. Но если вы прям сильно не хотите ждать и смотреть серии не по расписанию, а по мере их записи, а также там дохренища закрытых прямых трансляций, а также заранее серии по другим игрушкам, ух ты, жигули, то можете оформить спонсорку, которая стоит копейки, опаньки, а вот тебе и техника, машинка. Я так понимаю, это и есть потерянная техника, но я ее пока не буду брать. Запомним, где она. Короче говоря, да, спонсорка. Я вот такой вот алчный ублюдок, тоже кушать хочу, знаете ли. Короче говоря, да, не забывайте, друзья, лайкусики, ваши комментарии, это все дело ускоряет выход видео всегда, прям честно-честно. Разрабам огромное спасибо за такую замечательную карту, всем огромное спасибо за просмотр, с вами был Никита Дилай, в общем-то, всем всего доброго и пока-ки.